Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов. Позади меня находится дом деревянный, которым мы утеплили минераловатным утеплителем толщиной 10 см по деревянному каркасу. Смонтировали диффузионную мембрану сверху, дельта-нео-вент. Смонтировали обрешетку и скоро будем монтировать фасадные панели. Вот сейчас сделаю вам небольшой обзорчик, покажу какие-то нюансы, какие-то детали. Как я уже говорил, здесь утепление у нас 10 см, ну или 100 мм. Дальше идет сверху вот эта черная пленка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... В качестве откосов фибрид-сменный садинг дековер. И он перекроет вот этот клей. Здесь ничего видно не будет. Снизу у нас идет обрешетка металлическая. Это профиль от гипсокартона 60х27, который мы монтируем на вот такие вот подвесы. Подвесы крепим на дюбель-гость 6х60. У нас достаточно жестко получается. Почему мы делаем вынос на этом объекте? Потому что у нас, если посмотреть, вот снизу идет ленточный фундамент, он неровный по отношению к дому. Диагонали не соблюдены здесь. Здесь вот вы видите выступ. А здесь вот, если мы пройдемся сюда, у нас выступа нет. Здесь у нас уходит на ноль. Заказчик поставил задачу, чтобы цокольный отлив был одинаковый. Чтобы ширина цоколя была одинаковая. Поэтому мы делаем вот такой вот металлический каркас. А сама обрешетка у нас идет под фасадной панели. Это сухая строганная доска. Ну, классический для нас вариант. 95х20. Обратите внимание, вот у нас стена высокая. Доска у нас трехметровая. И мы вот эту доску соединяем вот там вот наверху. ОСБ-девяткой на 4 самореза. Чтобы у нас стык был ровненький. Вот в ряд они прям, видно, они идут. И выравниваем обрешетку. Так как у нас деревянный дом. Да, деревянные дома они всегда кривые. Стены вот выравниваем на дистанционные саморезы. Это классический тоже для нас вариант. С помощью вот этого крепежа можно быстрее, качественно выравнивать обрешетку. Также мы будем здесь делать софиты. Вот водосточная система тут уже стоит. Наша задача только поставить трубы. Трубу мы сняли. Она здесь была на фасаде. Но когда мы начали делать монтажную работу, мы ее сняли. Все откосы делаем по принципу, как на том окне я вам показал. Везде у нас идет ОСБ. Заводим везде гидрозолюционную пленку на раму окна и проклеиваем ее клеем. Дельта ТАН. Здесь то же самое. Давайте пройдем дальше. Здесь вот, если посмотрите, есть вот такая пристройка. Чтобы поставить леса, приходится городить вот эти вот дощечки, подкладывать. И там тоже уже все сделано. Тут вот видите, профнастил на крыше. В принципе, удобно. С таким кровельным покрытием можно подложить где-то досочки, где-то брусочки. Выровнять плоскость и поставить леса. Тут тоже уже все утеплено. Ребята скоро будут монтировать уже непосредственно пластиковые цокольные панели. Дехи, вот как вы видите, вот в этих коробках. Вот сегодня привезли отливы металлические. Стартовые для цокольных панелей. И уже, ну скорее всего, завтра начнут уже монтаж. Вот так это выглядит. Вот такие вот панели. Коллекция клинкер. Вот интересный фасад, я думаю, будет. Вот такие вот панельки. Вот такой вот кирпич. Давайте достанем одну панельку на свет. Вот такой вот коричневый кирпичик. Мне кажется, будет даже очень интересно смотреться. Хорошая серия. Такой, как клинкерный кирпич. Немецкий, можно сказать, фельдхаус практически. Ну и здесь у нас ни окон, ничего нету. Здесь только обрешетка и то же самое идет цоколь. А также вот смотрите, как мы сделали. Здесь у нас идет, вот в этом участке идет лента. А вот в этом участке идут металлические сваи. Ребята сначала сделали деревянную обрешетку. А потом сделали металлический профиль. Чтобы сделать примерно одинаковый рисунок вот этого отлива, который у нас пойдет. Отлива и цоколя. Вот таким вот образом мы вышли из положения. Друзья, ну вот такой вот небольшой обзор. Если есть вопросы, пишите в комментариях. А так, всем пока. Берегите себя, всем мира и добра. Пока.